Алгоритм R-проб плохо работает с бачами. Для того, чтобы решить эту проблему, придумали следующий алгоритм. Новые параметры нейронной сети будут равны старым параметрам нейронной сети минус learning rate умножить на градиент функции потерь при текущих параметрах делить на корень квадратный из экспоненциального скользящего среднего с некоторым параметром от квадрата градиента функции потерь в текущий момент времени. Здесь есть тонкость, которая заключается в том, что в знаменателе вот здесь квадрат градиента функции потерь — это вот такой вектор, который состоит из квадратов производных по каждому параметру. В чем интуиция этого алгоритма? Интуиция этого алгоритма заключается в том, что если вдоль какого-то направления производная слишком большая, это означает, что вдоль этого направления нужно идти чуть-чуть помедленнее, потому что очень уж быстро изменяется функция потерь по этому направлению. А если вдоль какого-то другого параметра функция потерь слишком маленькая, то вдоль этого параметра нужно идти чуть-чуть побыстрее, потому что функция потерь вдоль этого параметра изменяется слишком медленно. Таким образом у нас подстраивается скорость обучения под каждый из параметров